Микс Ньюс Вы слушаете Радио Болтком Добрый день еще раз или добрый вечер Уважаемые радиослушатели, продолжаем работать в прямом эфире Ну, в свете Пандемии коронавируса мы Пытаемся ограничить тоже Своё общение, в том числе и с гостями Но это никак не отражается, естественно На объеме предоставляемой Радиослушателем информации Мы связываемся по телефону Или по скайпу, в данном случае мы связываемся Сейчас по телефону с нашим Экспертом, известным политиком Янисом Юрканцем, он уже на связи Я так понимаю, добрый день Добрый день Ну, сейчас такое тревожное время Я знаю, что вы, естественно, Ослеживаете и международные события Вот многим бросилось в глаза Что вот в условиях пандемии Европейский Союз Очень много делает красивых заявлений И слов, но когда дело доходит До помощи самым пострадавшим странам От коронавируса в Европейском Союзе То есть это Италия и Испания То как-то вот солидарностью Совсем плохи обстоят дела Как бы вы это прокомментировали? Я думаю, что Мир подходит к границе За которой будет другой мир Евросоюз будет другим И мы будем другими И НАТО будет другим Все будет по-другому Самое главное, чтобы Вот эти мировые кризисы Не развязывались войнами Как это было раньше в истории Потому что сейчас очень многие Употребляют слово Война Макрон несколько раз повторял Идет война Меркель сказала, что В общем Сейчас пострадало больше людей Пострадает, чем во Второй мировой войне И Евросоюз тоже употребляет Слово, что вот, мол Идет война Экономическая война И война И борьба за... И так далее, и так далее Ну, в общем А что происходит Во время войн Разрыв экономических отношений Вот этот разрыв Экономических отношений Он уже наблюдается В Евросоюзе Евросоюз не может прийти К единогласному Распределению Экономических средств Мы знаем, что вот Испания Италия Чувствуют себя обиженными Что им не выделяют Столько, сколько Как им кажется Им положено Будет ли этот процесс Приведет ли он нас К регионализации Евросоюза Не знаю По-моему, неизбежно Будет так называемый Процесс Регионализации Евросоюза Я полагаю, что мы будем Вот в север Евросевер В части Я запутался В северной части Европы Вот это Где я вижу Наше место Но прежде чем, скажем, Говорить О сотрудничестве В этом регионе Наверное, нам надо Самим начинать думать Как странам Прибалтики Сотрудничать Как разломать Разломать Вот эти старые традиции Несотрудничества Неспособность Да Создать Балтийскую Антанту Или называй Как хочешь Ну, как-то нет Мы вроде как соседи Но мы больше Каждый Тащим идеалы На себя Нежели Думаем О каких-то О каком-то Более тесном Сотрудничестве И вот этот кризис Тоже показал Что Страны Закрываются Закрываются Почему? Потому что Люди понимают Страны понимают Что В общем-то Большие структуры Тем более Трансатлантические Они не способствуют Улучшению Моего Моей ситуации Поэтому Люди обращаются К государству Насколько государство Сегодня может Обеспечить Вот если государство Не может Скажем Италия Италия Не может Обеспечить Просит помощи Евросоюза Евросоюз Не дает Откликнулся Китай Россия Откликнулась Почему Китай Откликнулся Что он Этим Хочет Показать Это Очень большой Вопрос Хочет ли он Показать Преимущества Своей Социально-экономической Системы Или же Это Путь К Мировому Господству Это Покажет Время Пока мы Не знаем Я не думаю Что Китай Это делает Потому что Он чувствует Что Из-за них Этот вирус Пошел гулять По всему миру Я не думаю Россия Почему Сделал Такой жест Некоторые Россию За это хвалят Многие Ругают Говорят Что Это все Просто Показуха Другие Увидели Что неправильно Самолеты Доставили Помощь Военные Сами Может быть Они бы лучше Слезли С дивана И сами бы помогли Ну если им не нравится Эта помощь Нет Ну я просто Я так Как и ты Я много Слежу Разговариваю С людьми Я Я понимаю Что Вот этот Демонизация России Путин Этот процесс Не прекращается Путин Выступил С инициативой По поводу Санкций Их надо Отменять Чтобы помочь Людям Наверное Он имел ввиду Иран Тоже И так далее Ну ничего такого Не происходит Пока Почему это все Не происходит Я не знаю Почему Ну наверное Потому что Еще люди Не определились Люди Не определились Я Не знаю Каков будет Мир Каков будет Социальный Строй Например Британия Джонсон Сказал Что Готовьтесь К потере Своих близких Да Ну Вот Это такой Социальный Дарвинизм Пусть Старики Старые люди Умирают Сильно Выживут И это говорит Премьер-министр Ну да Ну да Так что Тут столько Много вопросов Но Кто Конечно Самый главный Вопрос А кто за Этим Стоит Кому это все Выгодно Кому Кому выгодно Разорвать Старые Рыночные Схема Кому Выгодно Разваливать Евросоюз Конечно Американцам Потому что Трамп Это делал До кризиса И продолжает Сейчас Это делать Мы можем Представить Себе Как Ситуация Когда Америка Закрыла Все свои Границы Для европейцев Даже Для таких Своих Больших Друзей Как Великобритания Германия И так Далее Да Ну Вот Как Это все Охарактеризовать Кроме того Что страны Закрываются Идет Такой процесс Ренессанса Государств Вот Так Я Примерно Вижу Да Вот Мы знаем Что Были Разные Призывы И даже От Генсека ООН Прекратить Все локальные Конфликты На время Этой пандемии Но такое ощущение Что пока Генсек ООН Никто не прислушался И это По-моему Лишнее подтверждение Вот К сожалению Той роли И того места Которое Сейчас ООН Занимает Вот Международной Системе Я думаю Что К этому Придет Потому что Ну вот Например Что Думаю Что Этот вирус Не коснется Армии Что Конечно Коснется Я считаю Что Большой Американский Авианосец На этом Авианосце Уже Обнаружили Вирус Да Ну Какая там Может быть Боеспособность Ну Что Его будут Этого Больного Будут в море Бросать Акулам Что Или Знаешь Как Есть Такая Шутка Что Там В космосе На этой МЧС Станции Космонавт Чихнул Ну И он Сейчас Работает В открытом Космосе Понимаешь Вот Ну Такие Разные Прибаутки Разные Шутки Конечно В общем То Что Сейчас Происходит Это По количеству Анекдотов Мемов И прочих Приколов Люди сидят Дома У них Есть время Такой Веселой Падемии В Медичи Наверное Не было Правильно Ну Будем Надеяться Что Все Только Юмором И ограничится Все Таки Как Вы Как Гражданин Латвии Воспринимаете Те Как Меры Которые Предпринимают Латвийские Власти Одни Говорят О том Что Меры Недостаточно Надо Было Действовать Как В Китае Очень Жестко Всеобщий Карантин Запрет Вообще Выходить На улицу Но Без Особой Надо С Только До Ближайшего Магазина И аптеки Другие Говорят О том Что Если Это Сделать То Остатки Латвийской Экономики Вообще Умрут Будет Парализована Вся Экономика Так Действовать Нельзя Вот Вы К какой Версии Склоняетесь Знаю Что Я боюсь Что Борьба С Этим Вирусом Более Опасна Чем Сам Вирус Я Боюсь Что Очень Скоро Придется Спасать Экономику От Борос Но Опять Таки У кого Есть Опыт Всего Это Потому Что Европейские Страны Страны Евросоюза Ведут Себя По-разному Скажем В Голландии Или в Нидерландах Там Очень Все Все Открыто Там Нет Такой Паники Какая Царит В других Странах Там Пока Все Почти Все Открыто И да Но Там Очень Хорошо Работает Медицинская Служба Людей Изолирует Больных Это Конечно Все Соблюдается Но Там В общем-то Спасать Экономику От Спасителей Вируса Не придется Пока Во всяком Случа Все Это Пока Потому Что Я Слушаю Обращение Путина И Собянина Они Открытым Текстом Говорят Что Сейчас Очень Трудно Предсказать Какие Будут Последствия Как Это Все Будет Развиваться Но Если Это Говорят На Таком Уровне В России То Наверное Все Это Очень Серьезно И Надо Просто Не знаю Богу Молиться Или Еще Что-то Делать Чтобы Быстрее Все Прекратилось Вот Интересно Что После Всего Этого Инцидента С Господином Каменчем На Карантин Ушел Сейм Ну Вроде На Следующей Неделе Сейм Вернут Сейм Вернут Из Карантина Но Каждая Фракция Парламента Будет Находиться В своем Кабинете Каким-то Образом Будет Виртуально Принимать Решения К примеру Министра Экономики Нет Вообще Госсекретаря Такое ощущение Что все-таки Власть Ну Не очень Готова К каким-то Чрезвычайным Ситуациям Я согласен Я думаю Что Но Почему Нельзя Весь Сейм И Обслуживающий Персонал Пропустить Через Медицинскую Проверку Да Строго За этим Следить Строго Следить За тем Кто Входит Выходит Из Сейма Кабинеты Фракции И так Далее Я полагаю Что Депутаты И Рижская Дума И Сейма Должны И правительства Должны Показать Пример Что Можно Что Можно Если Люди Ответственно Подходят К Вот Этому Процессу Если так Можно Сказать В борьбе С вирусом Это же Все Это можно Сделать Конечно Но Почему-то Не делается А что Касается Вот Кайминча Ну Вот Такой Интересный Случай Поскольку Его голос Сейчас Нужен Для Правящей Коалиции Они Уже Сказали Что Ни в коем Случа Они Трогать Не Будет Он Продолжит Возглавлять Комиссию Сейма По Правам Человека Мне Слов Нет Ну Как Так Ну Если Идет Серьезная Борьба С этим Явлением Ну Давайте По-серьезному Но Если У него Обнаружили Этот Вирус Его Надо Изолировать Вот И все А если Подходить Вот Нужен Голос Поэтому Вот Он Будет Продолжать Работать Это же Преступление Что Он В скафандр Придет Каком-то Действительно Вот Как вы Оцениваете Действия Президента Верховного Главнокомандующего Если кто забыл Господина Левица Многие Считают Что он Как-то В этом Процессе Потерялся Инициативу Взяло на себя Правительство Он Что-то Там Только Поддакивает Что-то Там Невнятное Говорит Или Вы считаете Что президент Действует Адекватно Ситуации У него Нет Инструментов Вот Как он Может Но Какие-то Лозунги Выкрикивать Высказывать Это он Может А в принципе Ну С какой Инициативой Он может Выступить Ну Он может Просить Какую-то Помощь В каких-то Международных Организаторах Но Я не думаю Что в Латвии Такая ситуация Что В общем Нам Нужна помощь Извне Так что Я не вижу Какой-то особой роли Президента Ну да Ну может быть Он Может как-то Морально Поддерживать Людей Которые Больны Одеться В общем Соответственно Из ситуации Пойти Навещать Людей В больницах Старых Людей Ну Это может быть Он мог бы Делать Это было бы Красиво Но Мы не привыкли К таким жестам И наверное Все-таки Есть Очень какая-то Опаска Или такая Страх Перед всем Этим Перед этой Заразой Извини Да Ну наверное Так А так Я не вижу Чтобы у него Были какие-то Политические Инструменты Ну что Он Созрет Заседание Правительства И что Он скажет Я не знаю В общем-то Чего Мне не хватает Мне не хватает Того Что Люди Которые Сейчас Теряют Свой Бизнес Разрушатся Разные Экономические Структуры Внутри Государства Есть ли У правительства Средства Для компенсации Вот этих Огромных Экономических Потерь Которые Несут В основном Малый Бизнес Актически Нет Рестораны И Спортивные Залы И так Далее Кто Им Это все Компенсирует Вот это вопрос Есть ли Деньги Да Германия Как мы знаем Вкладывает 600 Миллиардов Почти 400 Миллиардов Вкладывает Великобритания Ну Латвия На все Про все Я так понимаю Обещает Миллиард Потратить Потом Возможно Еще один Миллиард Ну вот Собственно И все А где они Возьмут Я хочу знать Где они Возьмут Этот Миллиард Обещать Или уже Нужна помощь Обещать Это все Это голословно Но в принципе Я считаю Что Правительство Должно Рассказывать О том Что Вот Мол У нас есть Столько Столько С кого Мы начнем Кто Первый В очереди За пособиями И так далее Чтобы Была Какая-то Определенность У людей Да Если я Сегодня Закрыл Свой ресторан Я не знаю Когда я Его смогу Открыть Кто будет Платить Какие-то Потери Которые Я несу Я говорю Только Скажем Одна Веть Отрасль Экономическая Но Таких же Много Конечно Все-таки Правительство Должно В общем-то Дать мне Какое-то Понимание А что Будет Кто Будет Восполнять Вот эти Все потери Вот Возвращаясь К тому С чего Мы начали По поводу Санкций Тоже такая Ситуация Весьма Пикантная Что Вот На помощь Италии Все-таки Прилетели Там 13 Аж Этих Грузовых Самолетов Из России Страны В отношении Которой Европейский Союз Ввел Одни Из самых Жестких Санкций Вот После всех Этих Случаев Неужели Европейский Союз По-прежнему Будет Полагать Что С помощью Санкций Он Каким-то Образом Изменит Внутреннюю И внешнюю Политику России Знаешь Чего мы Еще Не упомянули Это Проблема Нефти Нефтяной Кризис Как он Решит Это Скажется На очень Многие Государства Что касается Санкций Это вот От цены на нефть Санкции тоже В очень большой Мере Зависит То что Сегодня Ни Америка Ни Европейский Союз Не готовы Идти на Отмену Санкций Это мы Понимаем Мы Я вот Читаю Иностранные Зарубежные Газеты И на прессу Я понимаю Что Вот Этот Жест Россия Вот Эта Помощь Девять Или Тринадцать Самолетов Неважно Они Видят Что Вот Это Военные Самолеты И Это Очень Очень Серьезный Знак Италия Должна Читать Правильно Такие Шаги И что Это Ничего Другое Как Путин Хочет В принципе Это Созвать Больше Гостей К 9 мая Такой Пиар Ход И у Китая И у Путина Что Ничего Общего С Вот Этим Жестом Нет Многие Пишут Многие Действительно Многие Газеты Пишут И итальянские Тоже Мол Все что Прислали Это Практически Негодно И Такие Вещи Идет Дальнейшая Дальнейшая Демонизация России Ты знаешь Что это Мне напоминает Вот такой Анекдот Когда Трамп И Папа Римский Ловит рыбу На озере И ветер Сдувает Шапку У Папы Римского И Трамп Идет по воде Достает шапку Приносит Надевает Папу Шляпу Папарацци Который В кустах Там Это все Снимает На сет И в газетах Пишут Что Вот мол Трамп Не умеет Плавать И вот Путин Тоже Он может Делать Что он Хочет Вот эти Все Жесты Путин Не умеет Плавать Вот Такая Примерно Реакция К России Я упомянула Нефть Я думаю Что цена На нефть Очень много Очень много Может Способствовать Отмене Санкт То есть Думаю Разобрался Соловей Соловей Профессор Да Долгая Долгая У него Позиция Совершенно У него Позиция Что В общем Все Вот Завтра Путин Уже Не станет Ему Не понравилось Как Выглядит Путин Другому Опять Не нравится Какая Тональность Что Он В принципе Был Очень Неуверенным В своем Выступлении И Каждый Видит Чего Он Хочет Но Я В общем То Что Мне Нравится Что В Латвии Нет Паники Вот Я Очень Я Очень Боюсь Вот Таких Панических Настроений Потому Что Потому Что Это Очень Пагубное Явление Паника Да Вот Вы уже Упомянули Американцев До Этой Пандемии Казалось Что Все Таки Дональд Трамп И Во второй Раз Победит У него Будет Второй Президентский Срок Сейчас Ситуация Может Чуть Измениться Мы Видим Что Тот же Нью-Йорк Просит Как-то Федеральные Власти Экстренно Помочь Поскольку У них Сейчас Действительно Наплыв Вот этих Больных Тяжелых В том числе Коронавирусом И сейчас Вообще Соединенные Штаты По числу Зараженных Выходят Я так Понимаю На третье Место В мире Ну После Италии Испании Идут Соединенные Штаты Ну да Но Как я понимаю В Америке Соединенных Штатов В Америке Одна треть Населения Не имеет Социальных Гарантий У них Нет Медицинской Страховки Одна треть Представляешь Сколько Это Миллионов И эти Люди Мы не знаем Сколько Из них Зараженные И так Дали Но Они же Где-то Живут И где-то Они гуляют И что Государство Может сделать И что Она будет Делать С этими Людьми Ну Богато И понятно Все Поэтому В Америке Между прочим Вот В связи С этим Скупают Оружие Они В общем Сегодня Патроны И все Эти самые Разные Разные Винтовки И пистолеты И так далее Большой уже Дефицит Потому что Люди Помнят Как Оно было Когда Нью-Орленс Было Это самое Наводнение Катрин Да И называли Вот это Явление И помнят Люди Что В общем-то Защита Моего Дома От Мародеров И так далее Это Дело Мого Хозяина Что Государство Не может Обеспечить На Таком Обширном Уровне Безопасность Моего Имущества Поэтому Вот такое Явление Идет И таких В общем-то Вооруженных Структур Их Все Больше И больше Особенно На юге В Техасе И так далее Почему Люди Так Отделают Как Они Будут Реагировать Мы Опять Не знаем Знаем Ли мы Уверены Ли мы Что Будут Вообще Состояться Выборы 6 Ноября В России Тоже Отложили Референдум По Измене В Конституцию На Неопределенный Срок Поэтому Есть Оптимистический Сценарий Который Я Придерживаюсь Что Где-то К лету Мы Как-то Сможем Мир Сможет Как-то В общем Бороться С этим Успешно И Мы Начнем Нормальную Жизнь Как-то Мне так Кажется Что Все-таки Это Ненадолго Ну да Месяц Два Я думаю Вернемся Если нет Если все это Будет Расти И Расширяться И идти Вглубь То Действительно Могут Отменить Выборы В Америке И в России И в следующем Году Но это Такие Мрачные Сценарии Я Придерживаюсь К тому Что В общем Найдут Способ Как бороться С этим Вирусом И не в ущерб Экономике И нашей Нормальной Жизни Мой Такой Последний Вопрос Хотя Отдельные Страны Наиболее Пострадавшие От коронавируса Злые Ну как бы На Китай Они понимают Что не китайские Власти Этот вирус Распространили Но злые Поскольку Из Китая Этот вирус Начал Гулять По всему миру С одной стороны С другой стороны Все смотрят На то Какие все-таки Там китайские Медики И не только медики Молодцы Им все-таки В стране В которой Там Больше чем Два миллиарда Жителей Все-таки Им удалось Избежать Вот настоящий Там Настоящего Ужаса И все-таки Ограничить Этот вирус Вот как вы Это оцениваете И чему Вообще мы можем Поучиться У Китая Ну потом Я Уже мы говорили Об этом Что социальный Строй такой Там есть При диктатуре При диктатуре Люди более послушны Потому что Они боятся И вот это Именно Боязнь И послушание Способствовали Тому Что Китай Очень быстро Построил Нужное Количество Больниц Которые Между прочим Сейчас Они уже В общем Снимают Да И в общем-то Дисциплинировать Самого народа Привела к тому Что они Очень быстро Вроде как Вот Нашли Способ Как с этим Бороться Конечно Люди еще Боятся Боятся Какого-то Повторного Повторного Этого Всплеска Китай Закрывает Границы По камень Ну Китайцы Говорят Что у них Есть Лаборатория Которая Принадлежит Сорошу И что Именно Из этой Лаборатории В общем-то Пошел Гулять Этот Вирус Так Не так Мне Мне Не Нравятся Эти Все Теории Заговоров Я В это Не верю Но Как бы Там Ни Было Думаю Что Нам Нужно Думать Тем Которые Заботятся О безопасности Государства Структур Организации Нужно Подумать О том Что Глобализация Она Насколько Серьезный Процесс Что Вот так В одиночку Государство Справиться С большими Проблемами Не сможет Думаю Что Мир Должен Прийти К тому Что Все Не Демонизируют Друг друга А Прийти К какому-то Новому Мировому Порядку К новым Структурам Которые В общем-то Будут Способны Лучше Бороться С Вот этими Явлениями С Разными Биологическими Войнами И все Остальное Я думаю Что Люди Мир Сделает Правильные Выводы Из этого Всего И если Я говорю Что Мы будем Жить В другом Мире То я Надеюсь В лучшем Мире Действительно В лучшем Мире Нежели Мы живем Сегодня Да Но вот Будет ли В этом В лучшем Мире Выборы В Рижскую Думу Неочередный Это большой вопрос Конечно Сейчас людям Не до них Но тем не менее Официально Выборы Не отменены Их перенесли На 6 июня Ходят слухи Что может быть Их перенесут И там На конец Августа Или на начало Сентября Вот Все-таки У вас Большой Политический Опыт А как Вообще Проводить Какую-то Придуманную Компанию В этой Ситуации Когда люди Сидят По домам И меньше Всего О чем Они думают О каких-то Выборах О водопроводе И канализации Правильно Трамваи Ходят Вода Есть Газ Тоже Есть Электричество Есть Я думаю Что Вот этот Кризис Показывает Что Город Может Нормально Функционировать Без Этих Всех Политических Баталий Которые Там В Рижской Думе Где Больше Политики Нежели Хозяйственных Вопросов Так что Думаю Что Мы Сегодня Не можем Угадать Какова Будет Ситуация С этим Вирусом И Я не думаю Что Это Первостепенный Вопрос Я Повторяюсь Я думаю Что Сегодня Надо Больше Думать О том Как Помочь Тем людям Которые Несут Большие Экономические Потери Это Самое Главное Это Прежде всего Янис Юрканс У нас был На прямой Связи Будьте Здоровы И всем Желаем Быть Здоровыми В этой Ситуации И По возможности Конечно Сидите Дома Спасибо Большое Большое